Варвара Додина открыла детский центр здоровья и развития, когда вовсю бушевал кризис, и было ясно, что второй волны коронавируса не избежать. И сделала это без поддержки государства. Она вложила свои деньги и нашла инвесторов. Как оказалось, единственное, на что она может рассчитывать, это субсидии на оплату коммунальных услуг. С оформлением этих документов ей помогли в Центре поддержки предпринимательства. На региональном уровне обращалась, хотела получить финансирование на проект. У нас предоставляют микрозаймы предпринимателям, начинающим. Но я подавала заявку три раза, но так ничего не получила. Мне сказали, что многодетная мама и бизнес. Это очень странно. Что-то вы где-то врете. Для одних экономический кризис – это завершение предпринимательской деятельности. Для других – временная сложность, которую нужно просто преодолеть. Варвара Додина задумала открыть детский центр здоровья и развития два года назад. Активные работы по ремонту выпали на первую волну пандемии. В это же время один из инвесторов перенес руки финансирования проекта на лето. Но старт любого дела связан с определенными проблемами. И Варвара морально была к ним готова. А потому не отказалась от идеи открытия центра и продолжала упорно идти к своей цели. У всех есть периоды в жизни, когда плохо. Мне сейчас тоже не очень хорошо, сложно. Я на старте нового дела. Есть страх за жизнь и здоровье своих близких. И одновременно у меня никуда не делись трое детей – семья, муж, дом. Но мы все это решаем. И если остановиться, опустить руки и ждать подачки с неба, можно так и умереть с голоду, ожидая, пока что-то на тебя упадет. Буквально на днях клиника получила санитарное эпидемиологическое заключение. Сейчас Варвара готовит документы в Минздрав для оформления лицензии. На старте всегда есть много проблем. Чем бы ты ни занимался, когда бы ни начинал, всегда приходится решать много-много-много вопросов. И вот сейчас львиная доля вопросов не связана вообще никак с карантином, с ограничительными мерами. По информации Центра поддержки предпринимательства, с начала года, а преимущественно в период пандемии, прекратили свою деятельность 400 индивидуальных предпринимателей. Кто-то из них просто принял решение стать самозанятым, поскольку наша пандемия происходит одновременно с тем, что предприниматели получили возможность, ну и люди получили возможность стать самозанятым. Кто-то из таких бизнесменов принимает решение окончательно закрыть ИП. Но есть и хорошие новости. Ряды предпринимателей пополнили порядка 250 новичков. Только в ноябре зарегистрировали 22 объекта малого и среднего предпринимательства. Открылось более 50 торговых объектов. Даже не объектов, а именно предпринимателей в сфере торговли. То есть кто-то решил в условиях пандемии заниматься торговлей. Ну, естественно, дистанционный. По словам директора Центра поддержки предпринимательства, локдаун весной сильно напугал бизнес-сообщество. Но со временем им пришлось принять новые правила и подстраиваться под обстоятельства. Широкие возможности для бизнеса открыл интернет. Все, кто могли и хотели, перевели свою деятельность в онлайн. Екатерина Опенова, Константин Достровский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.